Добрый вечер, коллеги. 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 Лечение в стационаре и отмена основного лечения химиотерапевтического уже не подходит для ведения смежного специалиста или даже специалиста-анколога в амбулаторных условиях. Теперь переходим к алгоритмам, как сказано в теме доклада, ведения таких пациентов. Профилактически, что мы должны рекомендовать всем пациентам, которые начинают противоопухолевую терапию? Любому пациенту, который приходит на прием к онкологу и планируется начало лечения. Не в момент начала лечения, а до того, как это случится. Это использование солнцезащитных средств обязательно. Ношение головных уборов, ограничение пребывания на солнце. Рекомендовать пациентам избегать травм, контакта с агрессивными реагентами. Мы рекомендуем, если пациент к нам попал на прием к дерматологу, использование мягких моющих средств, эмальентов, ограничение водных процедур или лечение обязательно сопутствующих заболеваний кожи, если таковые имеются. И вторая группа пациентов – это пациенты группа риска. Что это такие за пациенты? Это те пациенты, которые уже имели акноэформную сыпь в анамнезе, те пациенты, которые уже получали лекарственное лечение или те пациенты, которые получают комбинированную химио-лучевую терапию. Может быть, тот пациент, который не имеет возможности наблюдения дерматологом. Таким пациентам сразу рекомендовано назначение профилактическое лечение доксициклином в дозе 100 мг в сутки. Пациент с первой степенью кожной токсичной стекноэформной сыпи. Для всех пациентов это топический клиндомицин, антибактериальные средства и топические глюкокортикостероиды, средние и сильные. Примерно 1-2 раза в неделю мы здесь рекомендуем. И, опять же, вторая группа пациентов – это те пациенты с преимущественным поражением кожи лица. Этим пациентам мы назначаем доксициклин 100 мг в сутки сразу. И возможность использования топических глюкокортикостероидов, средних или сильных, уже с частотой 1-2 раза в неделю или чаще по состоянию кожных покровов. По тому, что нам пациент рассказывает, как протекает кожная реакция. Противоопухолевую терапию в данном случае не отменяем, продолжаем лечение в той же дозе. Вторая степень поражения акноэформной сыпи. Здесь усиливается фотопротекция. Тоже самое топический клиндомицин, топические глюкокортикостероиды мы не отменяем пациентам доксициклин 100 мг в сутки. Продолжаем. Для пациентов с преимущественным поражением кожи лица или тех пациентов, которые терапия неэффективна, пытаемся выявить дополнительные факторы, что же может вызывать неэффективность наружной терапии, драматологической или даже системной. Это скрининг на суперинфекцию, это посев из зева на флорочувствительность антибиотиков и, может быть, при наличии этой инфекции уже назначение дополнительно других антибиотиков с антистафилопокковой активностью. Продолжаем лечение доксициклином 100 мг в сутки с продолжением лечения, если это нужно, дополнительными антибактериальными средствами. На фоне окноеформной сыпи второй степени мы также продолжаем противоопухолевую терапию, не снижаем дозу, продолжаем лечение. Пациент, получающий противоопухолевую терапию, имеет окноеформную сыпь, распространенные высыпания, которые располагаются на верхних и нижних конечностях кожи туловища и кожи лица. Пациент очень озабочен, обеспокоен этим, он получал терапию доксициклином параллельно с противоопухолевой терапией, он получал глюкокортикостероиды оральные, но кожный процесс довольно активный и никаких результатов не было. После консультации у дерматолога, что мы предложили такому пациенту, продолжать оральный глюкокортикостероиды, это понятно, доксициклин, который он получал 100 мг в сутки, не системно, наверное, только периодически. Мы оставили на постоянное назначение 100 мг в сутки и добавили за 3-4 дня до назначения противоопухолевой терапии 200 мг в сутки в течение еще недели. Наружно это, естественно, эмальенты и мягкие моющие средства и топический глюкокортикостероид на кожу лица ежедневно и, может быть, даже 2 раза в день с последующим переходом на негормональные топические средства, докролимус или пимикролимус. Это где-то через дни 10 пациент уже пришел на контрольный осмотр. Здесь значительное улучшение, конечно, полностью не удалось купировать высыпание, но, в всяком случае, пациент остался доволен и получает дальше противоопухолевую терапию в полном объеме, без снижения дозы. Здесь такая небольшая сводная таблица по лечению папулопустулезной сыпи. Первую степень, как и вторую, мы лечим атопическими препаратами плюс назначение доксициклином. В третьей степени добавляем оральный глюкокортикостероиды. Ну и четвертую, как я уже говорила, это пациент, который должен курироваться стационарей и решаться вопрос, может быть, о редукции дозы или отмене препарата. Второй вариант проявлений на коже лечения противоопухолевыми препаратами – это оксироз или сухость кожи. Такие проявления имеют треть пациентов, получающих терапию. Что мы видим клинически? Мы видим здесь шелушение, сухость, истончение кожи, трещины, вследствие чего может присоединяться вторичная инфекция. Здесь пациенты часто жалуются на зуд, клинически часто это экскреация. Поэтому обязательно таким пациентам мы, конечно, назначаем ежедневное нанесение смягчающих эмульсий. Но это то, о чем я говорила. Здесь обязательно, конечно, все эти препараты или наши наружные топические разные эмульенты должны быть назначены до начала противоопухолевой терапии. Потому что если они назначены, то, конечно, такого осложнения, как ксирозу, можно избежать в принципе. Если уже мы видим присоединение вторичной инфекции, то это топические средства с антибактериальными препаратами. И при экзематизации те же наши любимые топические глюкокортикостероиды в форме крема. Ладоноподошвенный синдром и ладоноподошвенная кератодермия. Это два состояния кожи, которые патогенетически отличаются. И, соответственно, отличаются и в назначении терапии, и то, какой агент вызывает эти два состояния. Ладоноподошвенный синдром – это чаще всего асимметричные высыпания, отечные, дизотезии обязательно будут присутствовать у пациента и чаще на ладонях. Ладоноподошвенные кератодермии могут быть асимметричные высыпания, чаще локальная эритема с волдыями, гиперкератозом и чаще всего на стопах. Также степени тяжести четыре. Первая и вторая степени тяжести характеризуются умеренной эритемой, отеком, шелушением. Эти две степени тяжести чаще не ограничивают жизнедеятельность пациента повседневную, не нарушают его качество жизни. Но если мы профилактируем вовремя, то не обязательно, что случится третья или четвертая степень тяжести таких высыпаний. Ладоноподошвенные кератодермии, как, наверное, и акноподобный осыпь, и ксироз, и другие кожные реакции – это управляемая токсичность. И если все-таки об этом не задумываться, заранее не профилактировать все эти осложнения, или вовремя не отправлять пациента к смежному специалисту, или не купировать самостоятельно, это приведет к удлинению интервала между курсами лечения, либо отмена терапии, редукции дозы, соответственно, снижение интенсивности лечения и ухудшение общей выживаемости. Вот такой слайд сводный, наверное, он актуален, больше, может быть, для того, чтобы его сфотографировать или иметь у себя. Такие рекомендации мы пациентам обязательно даем на любом приеме, который приходит с жалобами на высыпание, изменение кожи на ладонях, на подошвах. То есть эти пациенты до начала противоопухолевотерапии, конечно, должны обязательно пройти осмотр, удаление огрубевших участков кожи, рекомендации по ношению удобной обуви, хлопкового белья и исключение всех видов физических нагрузок. Если пациент, особенно до получения противоопухолевотерапии, занимался какими-то спортивными мероприятиями, нагрузки, это должно быть исключено в момент получения такой терапии. Значит, что мы можем предложить здесь пациентам до начала или при первых проявлениях таких высыпаний? Это аппаратный педикюр, ежедневное нанесение смягчающих средств с мочевиной и отсутствие нагрузки дополнительной на те участки кожи, которые могут подвергаться трению. Для лечения мы используем мягкие моющие средства, влажно-высыхающие повязки, если это нужно, если мы видим волдыри на поверхности кожи и те же топические глюкокортикостероиды. Пятнистопопулезная сыпь развивается чаще по типу токсикодермии и проявляется распространенными пятнистопопулезными высыпаниями. Для лечения таких пациентов используются детоксицирующие средства, системные глюкокортикостероиды и наши любимые топические уходовые средства и топические глюкокортикостероиды. Изменения ногтей и оклоногтевого валика также встречаются в практике химиотерапевта. Если здесь уже не справиться локально, то и мы присоединяемся к консультированию, иногда даже хирурги. Здесь также разные степени выраженности тяжести паранихи, с которыми первая степень или вторая уже легко справится, если мы вовремя заметили эти изменения и назначаем уже лечение или профилактические мероприятия до того, как это случится третьей степени, уже придется обращаться к хирургическому лечению. Здесь топические антибиотики обязательно или топические противомикробные средства, влажно-высыхающие повязки и комбинированные препараты, где есть противомикробные составляющие и глюкокортикостероиды. Это обязательно. При третьей степени ныгноения здесь уже, конечно, нам нужно привлекать хирургам. Такой вот пример тоже клинический пациент с ладонно-подошвенной кожной реакцией. У назначены топические глюкокортикостероиды, эмальенты, кератолитики. Тоже небольшое количество времени прошло от консультирования до второго приема, но эффект неплохой. Опять же, полностью не удалось убрать кожные высыпания, но значительно улучшились. Пациентка с акноподобной сыпи тоже получала у нас только топическое лечение. Это топические глюкокортикостероиды неделю с переходом последующим на негормональные препараты, так роли мы с 0,1% на 6 недель. Что в заключении хочется сказать, что таких пациентов, конечно, курировать мы должны совместно, наверное. Химиотерапевты или онколог вместе с дерматологом важен, конечно, междисциплинарный подход. Потому что иногда, когда уже химиотерапевт или онколог заходят в тупик, почему-то дерматологу не сразу таких пациентов присылают. Ну и не всегда дерматолог знает, чем помочь, потому что лечение таких пациентов довольно специфическое. Кожные проявления достаточно разнообразны. Иногда они имитируют те кожные проявления, которые могут быть при любых других дерматозах. А лечение совершенно иное здесь в данном случае, особенно при акнеформной сыпи. Не нужно таких пациентов лечить как пациента с угревой болезнью, как подростка с угревой болезнью. Здесь совершенно другие методы лечения и назначение препаратов совершенно иные. Ну и, наверное, еще самый главный такой момент. Хочется отметить, что важно назначать профилактические меры таким пациентам, особенно с дерматологическими реакциями. Это, конечно, наверное, удобнее сделать дерматологу. У него есть возможность, время на это долго объяснять пациенту. Как ухаживать за кожей, какие средства на сегодняшний день есть, какая чистота, мытья или нанесение этих увлажняющих средств. Потому что от этого зависит в дальнейшем и эффективность терапии, потому что не нужно будет редуцировать дозу или отменять препарат. Ну и, наверное, будет зависеть качество жизни пациента, потому что он не будет приходить с жалобами о том, что высыпания появились, они болезненные, и пациент готов отменить противоопухолевую терапию. Так что такие пациенты требуют достаточно длительного, постоянного наблюдения дерматолога с целью управления кожной токсичностью. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...